Японское правительство подтвердило, второго заложника, журналиста Кэнзи Готэ, действительно убили видеозаписи с титром послания для японского правительства, на которые запечатлены последние минуты его жизни. До последнего не верили, ждали официального подтверждения и вот оно. Теперь жители опасаются обещанного исламистами кошмара. Обо всем подробнее расскажет у нас Субкор в Японии Сергей Менгажев. Это видео появилось в интернете, когда в Японии было раннее утро. Последние мгновения жизни, стоящего на коленях в оранжевой робе японского заложника, журналиста Кэнзи Готэ, перед убийством человек в черном камуфляже от имени исламского государства по-английски, обращается к премьер-министру Японии Синзо Абе. Обращаюсь к правительству Японии. Вы, как и ваши союзники, должны понять одну вещь. Мы исламский халифат, авторитетные и сильные, с целой армией людей, жадных до вашей крови. Абе, из-за твоего решения принять участие в этой проигрышной войне, этим ножом будет убит не только Кэнзи, но удары будут наноситься и дальше. Лезня продолжится повсюду, где мы обнаружим твоих людей. Для Японии это начало кошмара. Обезглавленное тело журналиста показано в конце ролика. На прошлой неделе террористы ИГИЛ таким же образом расправились с еще одним японцем Харуной Юкавой. Видео, на котором он вместе с Кэнзи Готэ у ног палача, известного по прежним расправам с американскими и британскими заложниками, было выложено в интернете 20 января. В обмен на их освобождение боевики потребовали от Токио 200 миллионов долларов, и через 72 часа Юкава был убит. С самого начала кризиса премьер Абе оставался в своей резиденции, лично координируя усилия по спасению граждан. Сегодня он появился перед камерами менее чем через час, после того, как стало известно, что спасать больше некого. Думая о той боли, которую испытывает его семья, у меня нет слов. Правительство сделало все возможное, но результат оказался плачевным. Это бесчеловечный и презренный акт терроризма. Мы не прощаем террористов, и наша страна продолжит придерживаться своей решительной позиции по борьбе с терроризмом. Сотрудничая в этом направлении с международным сообществом. Не получив выкупа и убив первого заложника, ИГИЛ выдвинуло новое требование. Освобождение из иорданской тюрьмы смертница Саджиды Аль-Ришави. В ноябре 2005 года ее схватили при попытке совершения теракта в Аммане. У нее не сработал пояс шахида. Она приговорена к смертной казни и до сих пор в тюрьме. В случае невыполнения условий ИГИЛ угрожал помимо японца убить пилота иорданских ВВС Муаза Аль-Касасбеха, захваченного в Сирии в декабре прошлого года. В отличие от американских союзников, власти Токио не исключают возможности переговоров с террористами. Вашингтон, кстати, дал понять, что не одобряет такую тактику, но открытого давления на японцев оказывать не стал. Известие об убийстве заложника пришло через несколько часов после того, как Япония сообщила, что переговоры с боевиками зашли в тупик. Террористы ИГИЛ назвали Японию своим врагом сразу после того, как премьер-министр Синзо Абе, совершая визит на Ближний Восток, объявил о предоставлении невоенной финансовой помощи странам, пострадавшим от действий исламского государства. Жестокая расправа над двумя японскими гражданами и угроза новых атак никаких принципиальных изменений в позицию Токио не внесли. Япония и прежде не планировала участия в боевых операциях, применять силу за границей ей запрещает Конституция. А вот финансовая помощь союзникам со стороны Токио теперь будет увеличена. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Вести, Токио, Япония.